Дай почитать. А вот у нынешних детей есть фантастическая возможность выбрать сказки с иллюстрациями Мараи. Приключения Пиноккио, Алиса в стране чудес, Дикие лебеди, Питер Пен и другие. Лебеко Мараи – итальянский художник, иллюстратор и мультипликатор. Известно, что он создавал декорации и костюмы к балету Пиноккио. Интересной и познавательной для юных читателей мне показалась книга «Щелкунчик» и другие классические сказки. Она необычная потому, что в ней собраны либретто самых знаменитых сказочных балетов. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» – композитор Чайковский, «Жизель» – Адан, «Петрушка» – Стравинский, «Капеллия» – Лео де Лип. На иллюстрациях чудесные балерины в пачках и пуантах. Очень необычно и красиво. Разумеется, это не сказки, а подробные содержания балетного действия – либретто. Тексты суховаты, но книга все же замечательная. Не каждый может побывать в Большом театре, и не каждый, наслаждаясь «Лебединым озером» или «Спящей красавицей», может понять смысл происходящего на сцене. Поэтому эта книга хороша, содержащаяся в ней информацией. А вот рисунки – романтичные, волшебные, утонченные – завораживают и вызывают интерес не только у ребенка, но и взрослого. При этом либретто максимально приближены к первоначальному варианту. Так, «Лебединое озеро», впервые поставлено в Москве в 1877 году, заканчивается грустно. Зигфрид и Одета навсегда остались в спокойных водах озера. Принц, видя, что любимый умирает, взял ее за руку, и они шагнули в воду. А Жизель, обезумев от горького открытия, что ей не быть с Альбертом, заколола себя мечом герцога. Кукольно-балаганный Петрушка вызовет сочувствие и жалость, но злобный Фокусник устроит так, что от Петрушки останется лишь горсть щепок. Ему не жаль печальной судьбы куклы, но Фокусник оцепенел от ужаса, когда над крышей балагана увидел в холодном белом сиянии призрак Петрушки. Прекрасная книга, щелкунчик и другие классические сказки с иллюстрацией Мараи. До новых встреч! Продолжение следует...